добрый день дорогие друзья с вами капля мы говорим об отверженности и так первый этап или первая фаза или первый шаг как угодно отверженности это неприятие мы переживаем это на разных примерах в школе может быть в нашей компании может быть в каких-то местах где мы реализуем свои увлечения и конечно же в церкви почему потому что отверженность она возникает везде где собирается достаточно большая компания людей как только компания больше трех человек моментально начинается деление на фракции на какие-то группы либо по интересам либо по интеллекту либо по физическим данным либо по духовным каким-то пристрастиям это обязательно происходит потому что мы по сути эгоисты желающие самореализации и мы выбираем те компании которые подтвердят наши какие-то вот позиции устремления или положения в церкви и когда появляется другой человек с большим может быть или просто нам так кажется потенциалом мы либо отвергаем его либо прилагаем усилия к тому чтобы все сообщество его не приняло это наиболее быстрый простой способ избавиться от ненужного человека если вы пытались стать частью какого-то уже устоявшегося и достаточно успешного служения вы сталкивались с этим неприятием вам нужно было не просто доказывать свою квалификацию не просто объяснять людям и показывать что вы можете быть полезным и нужным членом команды но и преодолевать личные барьеры я сталкивался с этим когда я вынужден был разговаривать с лидерами и которые объясняли мне что я пришл и что я чужак что если бы я был своим то у меня было бы меньше проблем с адаптацией но неприятие это первый такой начальный такой движ духа отверженности когда он пытается не допустить тебя в то сообщество в котором ты не только будешь полезен но и будешь чувствовать себя частью чего-то большого важного и нужного поэтому первое на что стоит обратить внимание принимает ли тебя на самом деле или ты думаешь что ты принят или ты думаешь что ты на своем месте первое действие духа отверженности это неприятие а